Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Ирина Дрим. Я очень рада приветствовать всех своих подписчиков и гостей. Наконец, я оформляю развороты на июль в своем Баджерл. Я знаю, вы любите подобные видео, поэтому в этом месяце их будет целых два. И если ты еще не подписан на мой канал, то сделай это, чтобы не потеряться на ютубе и не пропустить новое видео. Тренд лета – это розовый фламинго. Его я и решила нарисовать на обложке. Рисунки я выбираю самые простецкие, потому что даже они у меня получаются с трудом. Но я стараюсь, потому что подобное оформление мне приносит истинное удовольствие. Этот месяц я хочу оформить очень минималистично, потому что я желаю больше исполнять пустяковые, но такие важные летние планы. Ну и, конечно, гораздо больше снимать для вас видео. Прошлый месяц был наполнен учебой, и я совсем ничего не успевала. Но теперь сессия позади, а это значит, впереди много всего интересного. Как говорится, от сессии до сессии живут студенты весело. Вообще, главное в моем оформлении – это системность. Я уверяю вас, даже если вы очень заняты, не обязательно клеить стикеры или что-то рисовать. Можно просто расчердить ручкой похожие таблицы, и вам это поможет быть более собранными и держать все под контролем. В комментариях под прошлым видео многие негодовали на тему подписей на английском языке. Я отвечу всем сразу в этом видео и, возможно, во избежание дальнейших этих негодований. Ребята, это ведь фактически мой личный дневник, и у каждого свой вкус. Лично мне очень нравится, когда заголовки емкие и написаны на английском языке. И мне также нравится, как они смотрятся на контрасте с моим дальнейшим заполнением на русском языке. В этом месяце я решила не чертить календарь квадратами, а сделать отдельный в строчку календарь слева для личных дел и встреч, и отдельный календарь для видео справа, а также внизу я буду записывать дальнейшие свои идеи для видео на август. В квадратиках мало что помещается, так что попробуем что-то новенькое. Здесь я нарисую тапочки, а также пальму и серф. Я так уже хочу на море, но чувствую, с моим графиком в этом месяце оно мне не светит. Хотя и живу я в двух часах езды от него. А вы были на море? Или на лучших курортах Краснодарского края? Про лучшие я, конечно же, шучу. Но все равно мне интересно. Пишите в комментариях, как давно вы были на море. На следующих разворотах я буду пользоваться вот такими крутыми летними стикерами. Тут есть и кактусы, и всякие летние вещички, а также вот таким тоненьким скотчем-разделителем. Я покупала все это на Алиэкспресс, ссылочки оставлю в описании под видео. Следующий разворот у меня посвящен шоппингу, рабочим делам и, конечно, трекеру ежедневных дел и трекеру сна. Покупки подразделяются у меня на две колонки, что я хочу купить и что нужно купить. Ведь все мы знаем, что это совсем разные вещи. Справа я уже расчертила таблицу с вечера, чтобы сэкономить время на съемку. Эта таблица и есть трекер дел. Здесь 31 клеточка и все дела, которые я хочу делать, возможно, понемногу, но каждый день. И нарисую также трекер сна. В конце этого видео вы увидите запомненные мои развороты, где будет мой трешовый график сна за июнь. Посмотрите сон студента во время сессии. Кстати, в своем инстаграме я спрашивала, написали ли вы уже свой план на лето. Я считаю, что это очень важно. И, конечно же, мало написать его. Самое главное оторвать свою попу и пойти выполнять то, что задумано. Как раз в тот момент, когда ваше тело говорит. Ну, а может мы полежим? Знакомо вам это? Что ж, мы все такие. Поэтому я пишу себе такие пустяковые дела и буду очень стремиться их всех исполнить. Напишите и вы что-то подобное. Обычный пикник, пробежка, фотосессия или приготовить тортик. Все это скрасит ваши воспоминания о лете. Давайте все-таки сериалы оставим на зимние каникулы. Также здесь я буду писать свои идеи для видео и следить за статистикой в соцсетях. Следующая важная для меня часть это следить за тем, что я ем. Актуально это как раз после череды экзаменов, нервных срывов и ночным обучением с поеданием чипсов и шоколадок. Теперь все спокойно и я бы хотела более-менее правильно питаться. Каждый день я буду записывать в квадратике, что я ем. Тем самым самое важное будет уложиться в этот квадратик. Ладно, я снова шучу, хотя это не точно. А дальше пойдут у меня дни, где я буду подробно расписывать все, что необходимо сделать. В этот раз я разделю страницы на квадраты и не стану подписывать дни недели, а просто напишу маленький календарик в нижнем правом углу. Это сэкономит время заполнения. Добавлю я еще немного стикеров для настроения и это все. Сейчас я покажу вам полностью заполненный июнь и вы можете заметить, что я до сих пор не приклеила фотки, а также совсем не успевала делать некоторые дела, но зато похвалюсь полностью закрытой сессией. Кстати, ребята, я хочу устроить небольшой конкурс для тех, кто хочет сигну от меня. И чтобы ее получить, вам необходимо сделать репост записи об этом видео ВКонтакте и продержать его на своей стене 7 дней. Ссылка будет на пост в описании, после чего вы пишите мне в личку, я проверяю и делаю вам сигну. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, чтобы не потерять это видео и не забывайте подписываться на мой канал. До встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok